Три, четыре, пять! 150 лет назад именно члены латышского общества организовали и провели самый первый вселатвийский праздник песни. Он шел четыре дня с 26 по 29 июня. 29 июня мы фактически продолжаем праздник песни. Первый праздник песни закончился 29 и сегодня мы их продолжаем. Прошло 150 лет. Это колоссальное число, магическое. Самому первому празднику песни посвящена и выставка, которая проходит в эти дни в Доме Рижского Латышского общества. Первый праздник песни был организован в 1873 году. В то время Латвичу не было. Есть царская Россия, Курзамская и Витзамская губернии. И в то время рос маленький мальчик, будущий латвийский поэт Райнис. Образование он получил в Петербурге. И поэтому свой дальнейший рассказ я продолжу на языке, на котором учился Янис Плекшанс. Рижское Латышское общество было основано в 1868 году, рассказывает автор выставки Гайда Ябловска. Это сделали предприниматели Янис Фридрикс Бауманис, Бернхардс Диритис и Рихардс Томсенс с целью объединить латышей разных губерний. 20 февраля 1873 года было решено организовать певческий праздник. Дирижеры взялись за это дело. И этим всем руководил один из основателей Рижского Латышского общества Рихардс Томсенс. И журналист, и предприниматель, и издатель. Потому что все деньги надо было самим, все средства самим заработать. Было получено разрешение на проведение праздника песни у губернатора. Выбрали программу «Народные песни и классику». Музыка сохранилась. В записях, конечно, не все. Я вас попрошу, возьмите эти наушники и послушайте. Известные в то время, да? Бауман, Карлс, да, ведь цимзе, классика. Первый день. Вы можете представить наш Рижский вокзал, что там приходит такой старенький поезд, и в нем торжественно приезжают участники певческого праздника. Все нарядно одеты, но не в народных костюмах. Народные костюмы появятся в других праздниках песни. Сохранилась только одна фотография участников первого праздника песни. На ней хор «Диклю». Концерты проходили в Домском соборе и в Кейзердарсе, который мы знаем как «Вестурдарс». Участвовали 1019 певцов. Было шествие, была битва хоров. Специально к празднику Карлес Бауманис написал песню «Боже, благослови Латвию», но из-за цензуры она не прозвучала. Песню, позже ставшую гимном страны, исполнили перед праздником на одном из мероприятий Рижского латышского общества. Первый праздник песни был не просто праздником. В его рамках прошло первое общее собрание учителей, которые обсуждали проблемы образования, а также второе общее собрание латвийских сельскохозяйственников. Позже общественные деятели написали, праздник прошел так, что латышский народ может им гордиться. Галина Солодовник, Ришинис Лейтис, РУС ЛСМ